Всем привет! Я Алексей Загребельный и меня, наверное, не очень хорошо видно за вот этой вот травкой. Вот как разрослась кокедама, шумелка, мышь за это время. Срок кокедама я укажу в оглавлении. Сейчас я уже не помню, отсчитывать дни, месяцы и прочее не буду. Скажу, что очень много прибавилось травин, очень высокие. Вот здесь, наверное, на камеру не умещаются, они выходят за пределы. То есть подсыхать джункус, вот как вот старые, остались подсохшие росточки, он не стал. Новенькие, хорошенькие, свеженькие. А вот цеперус, он растет, конечно, бедолажный. Вот, ему тут, видать, джункус уже затеняет, мешает, может ему это суховато. Ну, потому что я поливаю раз в неделю, заливаю вот в эту вот плошку, сейчас я подниму, покажу. Вот такая, 20 сантиметров в диаметре, 20 сантиметров в высоту. Вот, не знаю, видно, нет. Вот такой вот ободок из шелухи сфагнума. Блин, сфагнум меня задрало, честно, это наш сфагнум, не новозеландский, ребят. Вот, честно скажу, дно, все в этой шелухе, стенки, вот, где воду наливаю по уровню, да, вот все, просто этой шелухой все облиплено. Каждую неделю я промываю, заливаю воду, приезжаю через неделю и обнаруживаю ту же самую картину. Блин, меня уже задолбало. Ну, вот, скорее всего, цеперусу здесь надо побольше водички, вот, но она успевает пересыхать. Я надеюсь, ну, потихонечку, потихонечку, потихонечку растет. То есть, вот, травина вот такая вот, длинная у него, это вот одна из последних. Ну, их таких немного, вот еще длинная трава. Вот, пусть растет, вот еще тут за пределы выходит. Вот, буду подстригать сушняк, то есть, вот это вот сено, которое на концах листвы из цеперусов образовалось. Давайте я сейчас на подставочку какую-нибудь ее вытащу, так вот. Возьму ведерко, поставлю, и на нее поставлю кокедаму. Вот, она здесь, конечно, шар впритык. Присох. Так, надеюсь, виднее будет. Нет, не виднее. Хорошо, перевернем сейчас газом и поставим. О, вот так вот. Значит, денежник золотой тоже уже стал подсыхать, потому что чем больше травы, тем больше она потребляет воды. Если раньше, допустим, я приезжал, заливал тот же самый уровень, приезжал у меня где-то один сантиметр воды оставался, то в последнее время я приезжаю, у меня воды уже совсем не остается в этом. Либо сейчас надо будет больше воды наливать, скорее всего, потому что мох высох, ребят, мох просто сухой. И это неделя прошла. Вот, что будет, если там еще дальше все это будет разрастаться. Ну, к сожалению, я здесь не живу еще пока, только ремонт ведется. Вот, и посещать растения могу только вот раз в неделю, опрыскивать их и поливать. Ну, если денежник отомрет, ну, фиг с ним, подсажу какой-нибудь потом уже, когда перееду. Вот, может быть, поэтому, кстати говоря, и Циберусу стало в последнее время что-то тоже, мягко говоря, вот он отрастил, 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 и стулат, он начал ее подсушивать. Скорее всего, именно из-за нехватки воды, ну, блин, денежник вот прет просто как это сумасшедший какой-то. Уже такие заросли, что скоро у них можно прятаться, вот, или у них что-нибудь поселится, а потом выскочит и покусает. Вот, ну, вот такие вот обстоят дела. Вот, блин, наш мох, честно скажу, вот, я даже пальцем провожусь, с него сыпется шелуха. Блин, отвратительный просто мох. Мы, кстати, посмотрим корни. Да, корни, кстати, вот, уже некоторые проросли, вот, белые корешки, сквозь дно видно на темном дне, белые корни. Вот, то есть, вот, это, скорее всего, джункус, потому что Циберуса корешочки тонюсенькие, как паутинка просто. То есть, вот это вот корни джункуса. Ну, ладно, джункус прижился, надеюсь, Циберус приживется, буду наливать тогда воды побольше. Посмотрю, потому что, ну, в условиях содержания джункуса сказано, что воду надо наливать по уровень начала розетки. Если я буду наливать выше, вот, а сейчас я наливаю именно так, то, соответственно, может, конечно, ему не понравиться. Ну, посмотрим, сейчас вот посмотрим. Если через неделю джункусы начнут как-то так плохить, то, не знаю, Циберус пускай их доживает. Какие изменения еще? Из сердцевины я убрал, вот, вот, сверху, эхинодорус. Эхинодорус Блехера, он сейчас у меня в тепличке на реанимацию, потому что джункус его очень сильно затенял. Он отрастет листики, а ему света не хватает. Вот, они такие кукоженные, просто некрасивые начали расти, и я пожалел беднягу, и, собственно говоря, пересадил в теплицу. Сейчас вот отренимирую, отращу листу, ну, чтобы хотя бы сантиметров 10, чтобы вот дойдет, чтобы она дошла до того уровня, где джункус начинает уже клониться, и сквозь листу уже проступает хоть какой-то свет от восточного окна. Вот, и тогда высажу. Ну, и надо сейчас решить вопрос, именно что с поливом. Вот, ну, вот такие вот шумел камыш, вот, что еще могу сказать? Красивый, мне нравится, но вот колючие вот участки. Сейчас вот сижу, осторожно, уже, кстати говоря, уколол себя в глаз. Вот, поэтому, ребят, тут с джункусом надо быть поосторожней. Вот такая вот специфичная трава. Да, красивая, но вот острые, сухие, толстые, прямо острующие, как иголки-концы. Вот, цеперусом попроще. Но, дорастет ли до уровня хохолков, вот, красивых, там, 15-50 сантиметровых, там, надо посмотреть. Вот, по-моему, по-моему, чем дальше растет джункус, тем сложнее расти тому же цеперусу и всем прочим растениям. Потому что, вот, ну, просто вот высасывает всю воду на себя. Вот, ну, я с всеми вами прощаюсь, ребят. До новых встреч, хорошего настроения. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok